Так, ну что, остается у нас заключительная группа. Много сегодня девчушек было. Открывала третью группу участниц Даша Садкова. Сначала нужно передать привет Арине Ушаковой и Максиму Некрасову. С них началась вот эта бесовщина. Хотя, с другой стороны, если мы вспомним Соню Акатьеву, и когда ей ставили вот этот ужас под названием Бьорк, где регулярно на протяжении песни были крики, словно из психушки, как будто бы какая-то поехавшая орёт. Но если в том случае это совсем всё плохо было, это просто трагедия такое ставить для детей, это на тренировке вот эта, с позволения сказать, музыка звучит, и её слышат другие, и это всё каждый день. Так и самому в психушку можно загреметь. С вот этой композицией, конечно, не всё так плохо, но тоже плохо. То есть, конечно, просто гадость. И если в танце Ушакова и Некрасова это хотя бы было в тему, потому что они просто на таком сумасшедшем темпе, во-вторых, это танцы на льду, и в-третьих, в самой программе действительно была бесовщина, то есть всё это сочеталось, было прям под музыку, то здесь вот такая маленькая очаровательная девочка, и играет вот это мракобесие, ну, конечно, смотрится отвратительно. Просто чудовищный контраст. Но на этом, к счастью, негативная часть программы заканчивается, потому что если мы говорим о прокате в целом, о катании, о прыжках, вращениях, в конце концов, выразительности даже местами, то в очередной раз Даша показала, что у неё, ну, вот действительно чувствуется потенциал. То есть вот так вот катают, когда есть потенциал. Чувствуется, что с запасом девочка, что там есть ещё что раскрывать. Чувствуется вот эта сила внутри неё и одновременно лёгкость. И именно такой получился прокат. Вот просто если сменить вот этот ужас, который у неё играет в качестве музыкальной композиции, и тогда будет великолепно. С точки зрения катания, это вот катание прям с запасом. Так она каталась и в прошлом сезоне, и сейчас она продолжает это показывать. Видно, что есть с чем работать, и есть из чего лепить. Дальше на лёд у нас вышла Вероника Жилина. Получается, единственный из трекселисток, у кого сегодня получился каскад Акселестулупом. Замечательно получился. Также не может не радовать то, что появилось побольше скорости в прошлом сезоне. Нека была помедленнее. Но, однако, было два серьёзных момента, которые испортили впечатление от проката. Первое – это сама программа. То есть, абсолютно детская постановка. Ну, хотя юниоры, наверное, изначально логично предположить, что так и должно быть, что у всех должны быть подобные программы. Но всё-таки нет. У нас вот во втором спортивном, в третьем спортивном уже не всегда встретишь подобные прокаты. То есть, даже там берут более серьёзные композиции и ставят более серьёзную хореографию. И тем более сравнивать с предыдущими программами Ники, тот же «Пятый элемент», ну, разница, безусловно, существенная. Пускай даже там также были проблемы и с выразительностью, и с арсистизмом, но всё равно это как-то смотрелось. Она действительно сама смотрелась как «Пятый элемент». И костюм был соответствующий, музыка. А вот эта программа, ну, совсем не серьёзная. Такую вот сейчас катают где-то в 7-8 лет. И второй момент, который также расстроил, это, опять же, качество катания Ники. Не видно совсем улучшений в катании, владение коньком такое же слабенькое, как и в прошлых сезонах. Непонятно, работали они вообще над этим или нет. Но, конечно, видны существенные пробелы. И опять же, если вот обращаться к тому же «Пятому элементу», там на это даже не обращаешь как-то внимания. То есть Ника там как-то гипнотизирует зрителя своим видом, вот этой музыкой, энергией, что даже и на катание не смотришь. А вот в подобных программах, когда всё детское, здесь, можно сказать, слабую сторону показали во всей красе. То есть слабые стороны надо прятать и выпячивать сильные. А здесь из сильных сторон был только первый каскад, а дальше было совсем всё слабенько. Ну и также непонятно, что со стабильностью. То есть случай Ники здесь не важно. Она может выехать и четверные, и тройной аксель. Но допустить совершенно не нужную ошибку на обычном тройном прыжке, как сегодня и было. Да и двойной аксель был не очень уверенный. Но при этом какой шикарный каскад. То есть пока что всё то же самое, только ещё добавилась плохая программа, которая совсем Ники не идёт. Затем у нас на лёд вышла Алина Горбачёва. Программа замечательная, очень хорошая музыка играет. И сама Алина, из-за изменений, положительных, которые можно заметить, прибавила в скорости. Больше добавилось вот этого флоу, скажем так, такого эффекта полёта. Сразу в катании видно больше раскрепощения. Конечно, пока это только начало, и надо только убыстряться, ещё больше скорости, ещё больше плавности, ещё больше лёгкости. Но, скажем так, начало положено. Как-то Алина даже с новой стороны раскрылась. Будто бы какие-то гири с неё спали. Было очень обидно, что не получился каскад, ну, а в остальном замечательно. А дорожка шагов какая была. Единственное, Алине, как и Маше, не хватает выразительности. То есть катание само по себе замечательное, но вот не хватает вот этого соуса, в виде того, чтобы оживить музыку не просто через прокат, но и через свою душу. Чтобы музыка чувствовалась и была видна в движениях, в выражении лица. Чтобы была вот эта гармония, полная погружённость, полный унисон. Тогда это будет прям вау. Ну и на данный момент времени всё было очень даже здорово. Так что в любом случае поздравляем Сонечку Фетченко, тренера Алины с таким замечательным прокатом, несмотря даже на падение. Всё равно прокат запомнился. А на контрольных прокатах это самое главное. Аделия Петросяна. Ну я совсем ничего не понял, что она катала, что это была за программа, но было завораживающее. То есть само катание, всё это в темпе. Музыка такая довольно весёлая, заводная. И как-то всё было настолько быстро, настолько шустро, что прокат просто прошёл на одном дыхании. Да, сдвоила она там прыжок. Тоже вопрос стабильности стоит. Хотя вроде бы в конце прошлого сезона он был решён. Ну посмотрим, как будет в произвольной. Ну а так они пока что, видимо, примеряют, прикидывают. По сути, если мы говорим о ритме, то это очень похоже на её предыдущую программу из прошлого сезона. То ли в короткой, то ли в произвольной, но прям очень похоже было. Если Адели такое удобно катать, то и хорошо. Самое главное, что музыка не надоедливая, фоном в каком-нибудь баре включить нормально будет. Ну и вот в программе тоже смотрится отлично. Ну а так здесь почти нечего говорить. Девочка готова, чтобы уже сразу бросать в бой. Будет интересно посмотреть на её выступление в этом сезоне. Ну и завершала эту короткую программу Ульяна Ширяева. Интересная девочка, в которой уже давно можно было увидеть потенциал. Она то ли в Мегаспорте выступала, то ли в Уор 4. Ну вот где-то там. Я ещё помню, тогда удивлялся, думал, а что же она не идёт дальше? Что же она на месте стоит? Ну и, пожалуй, камнем преткновения, как и для многих фигуристов, для неё была нестабильность. То есть, когда она чистенько откатает, что бывало нечасто, было видно, как всё здорово и замечательно. Был виден потенциал. Но чаще всего были какие-то ошибки, падения. Ну и так как у нас компоненты очень редко дают высокие, не сильным школам фигурного катания, скажем так, если вообще дают, то она всегда болталась где-то вот внизу. И, конечно, было удивительно её видеть в списках на ту же серию юниорского гран-при. Ну и что касается проката Ульяны. Девочка складная, хорошая, как я и сказал, в ней чувствуется потенциал, но пока что она слишком зажата. Очень сконцентрирована на себе. Видно, что боится ошибиться. Есть такая осторожность перед элементами. Ну и в целом вот такое вот состояние, вот этой зажатости, какой-то замкнутости, оно, к сожалению, сопровождает всю программу. То есть, вот так вот от всего отрешиться, посмотреть в целом на прокат всё было здорово, но тем не менее, вот эта неуверенность, ненакатанность и зажатость они чувствовались в атмосфере. Музыка, кстати, выбрана неплохая, но вот подходит ли она влияние, это вопрос. Такая композиция, кстати, зашла бы очень хорошо в парное катание. А так, почти во всех местах музыка сильнее, чем фигуристка катает, из-за этого также получается не очень хороший контраст. Но это всё лишь говорит о том, что просто нужно работать. Девочка впервые на контрольных прокатах юниоров всё понятно, переживает, волнуется, нужно себя показать с самой лучшей стороны, ещё не привыкла выступать на таком высоком уровне. А приглашение на юниорские прокаты сборной это и есть высочайший уровень в мире. Поэтому такие двоякие чувства, то есть, в целом откатала хорошо, и виден потенциал в ней, чувствуется, что она может ещё хорошо прибавить. Но при этом вот эта атмосфера зажатости, неуверенности, она прям передавалась даже через прокат. Так что будем надеяться, это просто вопрос времени. Как только Ульяночка привыкнет к этому высокому уровню, как только начнёт себя увереннее чувствовать на всех элементах, раскрепостится, станет показывать эмоции, не просто заскриптованно смотреть на судей в той части дарушки шагов, где тебе сказали, а вот именно, чтобы в этом взгляде был огонь, чтобы даже хотелось импровизировать. Когда не будет вот этих оков в виде зажатости и скрипта, вот тогда будет совсем другое дело. Так что, девочка, замечательная, но надо раскрепощаться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok